За окном черное море, а в квартире нескончаемый ремонт. Действие спектакля происходит в обычной одесской квартире. Олег и Марина никак не могут найти общий язык с дочерью-подростком, да и их собственный брак на грани распада. Помочь родным пытается бабушка, верующая женщина, которая несколько лет прожила в монастыре. Однако ее советов в семье никто слушать не хочет. Ирина играет в спектакле одну из главных ролей. Говорит, в жизни она спокойный, уравновешенный человек, но на сцене приходится быть истеричкой. В героях пьесы едва ли не каждый зритель сможет узнать себя или близких. Проблема у большинства людей одна на всех, считает режиссер спектакля. Отсутствие истинной веры. Каждый человек ищет свою дорогу к храму. И это очень тяжелый и трудный путь. Но его надо нам всем пройти, чтобы мы смогли выйти на светлую дорогу жизни и развития. Рассказывать зрителям о них самих будут современным языком. Использование ненормативной лексики в постановке, признается Олег Русов, вызвало много споров в театре. Есть определенные эстетические параметры. Нецензурная речь, которая присутствует в пьесе. Еще острые моменты, которые, ну, скажем так, некоторым людям показались слишком острыми. Скажем так, перец тоже должен присутствовать в некоторых блюдах. Это нормально. Важнее другое. Важнее внутренние смыслы, которые за этим стоят. Язычников впервые покажут харьковчанам 20 сентября. Но это не последняя премьера сезона в театре Шевченко. Уже в конце октября здесь представят новый спектакль «Безымянная звезда». А ближе к Новому году для юных зрителей поставят сказку. Анна Бравко, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».